Сцена «Моя любовь». 5 мая отметил 75-летний юбилей режиссер Народного театра «Факел» Александр Кононов. 55 из них он посвятил искусству. За плечами юбиляра сотни наград, сыгранных ролей и успешных спектаклей. Всех титулов не сосчитать. Да и подводить итоги Александр Иванович не собирается. Он по-прежнему энергичен, воодушевлен, весел и может дать фору молодым. На праздники побывала и моя коллега Мария Константинова. Вот Александр Кононов. А, нет, это они просто резвились на какой-то капустник, они делали. Такого Кононова можно увидеть только на сцене – импульсивного, кричащего на взрыт или читающего нотации. К юбилею любимого наставника актёры приготовили новую галерею. В ней собраны самые яркие моменты 55-летнего творческого пути режиссёра. Про себя Александр Иванович говорит. В этой жизни было всё. Он должен выходить на сцену, что-то ещё сочинять, что-то писать, придумывать и так далее. Ставить спектакли, получать оплеухи за эти спектакли. И, в общем, получать какие-то грамоты, дипломы, ездить за рубеж, показывать достижения свои, а может быть и недостижения. Но, тем не менее, вот такая буря жизнь, она не даёт возможности успокоиться и даёт всё время какой-то стимул для того, чтобы двигаться дальше. Юбилей любимого актёра театралы отметили в формате «Капустника». В его основу легли фрагменты самых ярких постановок. Как и полагается, на сцене блистал сам маэстро. Смелая самоирония у зрителей вызывает восторг. Вообще, каждый спектакль «Факела» – это настоящее откровение. Это книга, которую от начала до конца с удовольствием читает ценитель искусства. В этом и заключается мастерство режиссёра. Театр уже давно для многих актёров стал не просто вторым домом, настоящей семьёй, а руководитель коллектива – родным человеком. Мы часто выражаемся между собой, он как наша мама-утка, а мы его у театра. И мы всегда следуем за ним, всегда идём туда, куда и он. И смотрим в одном направлении, что является хорошей частью за счёт того, что актёр, что режиссёр всегда должны смотреть в одном направлении, дабы развиваться и на сцене, и в ролях, и в каких-то даже личных примерах. У народного театра очень богатая история. Он менял местоположение, менял концепцию, экспериментировал в постановках, но в одном факел не изменен. Он всегда верен зрителю. Для него актёры готовы репетировать бесконечно, оттачивая своё мастерство, а режиссёр – дарить новые идеи. Тем более, что они есть и в скором времени воплотятся в реальность на острове Ольхон, на традиционном международном фестивале «Сибирская рампа», который пройдёт в июле. Мария Константинова, Роман Буйнов. Местное время.